Кремль совсем неожиданно потребовал от Марины Ле Пен и ее партии вернуть ему 9 миллионов евро, выданные еще в 2014-м, через первый чешско-российский банк для участия в муниципальных выборах в декабре 2015-го. В условиях свежих санкций, введенных за нападение на Украину, Кремль экстренно искал союзников уже не только среди левых и нетрадиционно профинансировал Национальный фронт семьи Ле Пен, который имел у советских людей репутацию неонацистов. Финансирование делалось на вырост, так как президентские и парламентские выборы должны были пройти в 2017 году. Финансовое вливание из России дало эффект. Нацфронт в первом туре выборов показал неожиданно настолько хороший результат, что напугал всю Францию. Поэтому во втором туре социалисты и республиканцы окончательно объединились под лозунгом «за кого угодно, только не за Ле Пен». Соцпартия в нескольких округах даже сняла кандидатов в пользу более проходных кандидатов-республиканцев. Половина Франции уговаривала другую половину не голосовать за Нацфронт. В итоге Нацфронт получил во втором туре 28% голосов и занял третье место. Правый список республиканцев экс-президента Саркози получил 40% голосов, левый список соцпартии президента Оланда – 30%. Коммунисты и совсем левые вздохнули с облегчением. Фашизм во Франции опять не прошел. Если объективно, то нельзя сказать, что Москва, дав денег семье Ле Пен, выбросила их на ветер. Нацфронт в результате тех выборов вполне однозначно оформился как третий по влиянию политическое течение во Франции. Весной 2017-го Ле Пен изрядно потрепала нервы многим, и не только во Франции, когда вместе с Макроном вышла во второй тур президентских выборов. Во втором туре она получила 33,9% голосов и доказала, что около 20-25% французов согласны видеть ее президентом. В июне, через два месяца, Нацфронт показал очень скромный результат, но все равно увеличил число своих депутатов в парламенте с 6 до 8. Это меньше, чем у коммунистов, увеличивших число депутатов с 3 до 10, и меньше, чем у отколовшейся от них мятежной Франции Жан-Алюка Меланшона, сохранившей свои 17 мандатов. Личный рейтинг Ле Пен, которая в 2017-м разругалась с отцом и исключила его из партии, это не одно и то же, что рейтинг Нацфронта. После выборов мадам решила, с партией надо что-то делать, и в 2018-м переименовала ее в национальное объединение. По результатам выборов 2017 года, лично у Ле Пен и ее партии не так уж все и плохо. Они остались в политикуме Франции и в ближайшее время из него не исчезнут. У партии есть длинная история, устойчивый круг симпатиков и семейный бренд Ле Пен. Племянница нынешней лидерши носит имя Марион и сдвоенную фамилию Моришаль Ле Пен, чтобы избежать полной путаницы. Она – прекрасный оратор. С 2012 по 2017 была депутатом парламента, пройдя по мажоритарке. Но после поражения тети на президентских выборах отказалась участвовать в парламентских и отошла от политики. Вероятно, не навсегда. В бытность депутатом состояла в парламентских группах дружбы с Россией и Кодзевуаром. В своих речах выступала за выход Франции из НАТО и за союз с Россией. В этой ситуации наезд Кремля на Ле Пен с требованием вернуть 9 миллионов выглядит более чем странно. Особенно учитывая те неприятности, которые имела партия Ле Пен, когда СМИ сообщили, что она брала деньги от Москвы на политическую деятельность, а не на разведение устриц. Эта история уже изрядно припала пылью, но Кремль решил ее зачем-то отряхнуть, зная наверняка, что Ле Пен ему эти 9 миллионов не вернет. Об этом партия сразу публично заявила Кремлю, действующему через частную фирму авиазапчасть, выкупившую в итоге долг Ле Пен после банкротства первого чешско-российского банка. Судебный процесс авиазапчасть против партии Ле Пен, если он начнется, выглядит забавно, но безнадежно для Кремля. По характеру сделки он вообще не мог рассчитывать на возврат этого кредита, тем более что партия Ле Пен отработала его с лихвой. Портить репутацию Ле Пен российским следом на первый взгляд глупо, но только на первый взгляд. Причина наезда на Ле Пен – текущие муниципальные выборы. Голосование пройдет с 15 по 22 марта. В 2021 будут еще областные выборы в департаментах и в заморских регионах. Требование авиазапчастью долга с Ле Пен в этой ситуации больно бьет по ее партии и является концом романа Кремля с Мадам. В Кремле пришли к выводу, что потенциал у Мадам есть, но ограниченных, и нет смысла слишком вкладываться в нее. Стратегически даже выгодно выдать партии Ле Пен официальную справку о том, что они агенты Кремля, и попытаться этим подтолкнуть часть ее электората к другому кандидату, у которого такой справки нет. На роль такого центра притяжения давно и активно претендует Саркази, который сейчас фактически дословно повторяет основные тезисы семьи Ле Пен. Саркази после ухода в 2012 с поста президента ежегодно бывает в России. В 2014 его принял Путин в Сочи. В октябре 2015-го он вел переговоры с Путиным уже в Москве и заявил, мир не может без России. В июне 2016 года Саркази выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где призвал Россию первой и без всяких условий отменить свои контрсанкции, как более сильной стороне. Саркази собирался прилететь в Москву и в 2017-м, перед президентскими выборами, но не прилетел. Сначала потому, что это было бы за НАТО, а затем он и вовсе снялся с выборов в пользу Франсу Фиона, так как проиграл тому праймерис внутри партии Республика. После выборов лететь в Москву не было смысла. Вдобавок, в августе полиция начала следствие о возможном получении Саркази взятки от Катара в бытность президентом. Это помимо подозрений о взятках от Каддафи и древнего дела о мошенничестве при сборе средств на президентскую кампанию 2007-го. Саркази – экс-президент Франции, который под следствием перманентно. В марте 2018-го Саркази выпустили из-под очередного ареста, а в июне он уже прилетел в Москву на финальный матч Мундиале. В ноябре он снова посетил Москву и говорил о дружбе. В июне 2019-го он выступал на Петербургском международном экономическом форуме и опять о дружбе. В 2020-м выступал 15-16 января в Москве на Гайдаровском форуме «И снова о дружбе». Саркази хочет снова стать президентом, вопреки своим словам, что он не собирается возвращаться в большую политику после неудач на выборах 2012 и 2017. Это не мешало ему в январе и начале февраля колесить по большим и малым городам Франции и пожимать руки кандидатам в мэры от партии Республика. Оппоненты и СМИ обвиняют его в партизанском участии в политике, вопреки словам о неучастии в ней. А Саркази оправдывается, что просто проведывает старых друзей-однопартийцев. Очень похоже, что проведывает не с пустыми руками. Москва теперь делает ставку не на партию Липен, а на партию Республика. И в этой игре Саркази пока отводит роль приводного ремня. По факту запущена та же схема, что и с нацфронтом под выборы 2015-го. Только сейчас все более плотно. 2020-й – выборы мэров и в общинах. 2021-й – областные. 2022-й – президентские и парламентские. Через кого поступают деньги из Москвы? Ни СМИ Франции, ни ее полиция и спецслужбы пока не сообщали. Задача партии Республика – за два года оттянуть к себе группы избирателей, смежные с национальным объединением. Усилить позиции и в 2022-м выиграть президентские и парламентские выборы у партии Макрона «Вперед, Республика». Это объясняет одну из причин реверансов Макрона в сторону Москвы и его уклончивый ответ на прямой вопрос в Варшаве об отношении к Российской Федерации. «Вперед, Республика» борется с просто республикой за специфический электорат. Страдает партия Липен, по которой Кремль больно ударил авиазапчастью. Левые, как и Липен, сейчас на обочине праздника финансирования из Москвы по той причине, что в Кремле поняли. Они не могут провести своего кандидата в президенты. Не могут, сколько им денег не давай. И самые ушлые политтехнологи не могут ничего с этим сделать. Франция – это историческая страна с левым и республиканским уклоном в менталитете. Со времен Великой Французской революции ее жители привыкли регулярно пересматривать так называемые традиционные ценности. Не смотреть ни на что, как на вечное, и иронизировать над всем. При такой ментальности у семьи Липен, сделавшей традиции своим политическим кредо, есть своя ниша в политикуме. Но никогда не будет шанса занять пост президента. Разве что менталитет французов кардинально изменится или на них будут очень жестко давить внешние обстоятельства. Гораздо выше шанса у кого-то из левых. Но Франция – это страна, где социалисты 200 лет ругаются с коммунистами, а коммунисты 100 лет как разделились на сталинистов и троцкистов. Не перестрелять друг друга сталинистам и троцкистам мешает полиция. Но этот внешний фактор не может заставить их объединиться. Объединение сталинистов с троцкистами морально и политически убьет тех и других. До распуска СССР во Франции доминировали сталинисты, после распуска – троцкисты. Но у тех вечная проблема. Им крайне сложно договориться между собой не только о плане мировой революции, но и о планах на ближайшие выборы. В результате в президентских выборах 2017-го участвовали пять кандидатов от партии троцкистского толка. А в парламент, кроме коммунистов, прошли три троцкистские партии и еще 11 депутатов-мажоритарщиков, к ним не принадлежащих. Примером, когда троцкисты смогли договориться между собой, служит Сириза в Греции. Но во Франции такое объединение в ближайшее время маловероятно и бессмысленно по техническим причинам. Им крайне сложно не только провести своего кандидата в президенты, но и получить большинство в парламенте. В Греции Сиризе помогла особенность ее законодательства, по которому партия, набравшая на выборах больше всех голосов, получает еще и бонус в 50 дополнительных депутатских мест. Во Франции такого правила нет. Кремль за пять лет таки разобрался в ситуации французского политикума и логично отодвинул на второй план финансирования всех левых и Лепен. Теперь он делает ставку на партию Республика и присматривается к Саркази как к новым и не совсем ему понятным партнерам. В Украине осенью тоже будут муниципальные выборы, поэтому ждем с нетерпением предвыборной инвестиции из Москвы, которая никогда и нигде в выборы не вмешивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова